Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациентки 1662 года рождения. Дата исследования 12 декабря 2021 года в динамике от 10 августа 2021 года. Зона исследования Грудная клетка. Дата исследования 10 августа 2021 года. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях по строениям трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены с обеих сторон, выявлены немалоочисленные участки инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла на фоне ретикулярных изменений, преимущественно в задних отделах легких, увлеченных в процесс правого легкого. Верхняя доля 2%, средняя доля 0%, нижняя доля 8%, левого легкого, верхняя доля 5%, нижняя доля 15%, общий балл поражения 6%. Справа ВС3 кальцификат диаметром до 5 мм. Ходы проходимой страхеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Средостень не смещено, не расширено, но в образовании в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычной формой структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выражены дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердце не расширено. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Желудок на 21 мм пролобирует грудную полость. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной вероятной вероятной вирусной пневмонии. Легкой степени тяжести КТ-1. С вовлечением в процесс 24% легких. Грыжа пищеводного отверстия диафрагма. Зона исследования. Грудная клетка. Дата исследования 12 декабря 2021 года. При мультиспиральной компьютерной томографии использованы реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкий расправлен с обеих сторон выявлен на многочисленном участке малоинтенсивной инфильтрации. Консолидация легочной ткани по типу матового стекла на фоне выраженных ретикулярных изменений. Преимущественно в заднебазальных отделах легких. Вовлечение в процесс правого легкого. Верхняя доля 70%, средняя доля 55%, нижняя доля 73%, левого легкого. Верхняя доля 70%, нижняя доля 75%, общий балл поражения 20%. В синусах. Минимальное количество жидкости несколько больше слева. Справа в S3 кальцификат диаметром до 5 мм. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены. Обычная форма и структура. Желудок на 2,4 мм пролобирует грудную полость. В остальном без существенной динамики. Заключение. КТ-картина выраженного отрицательного течения двухсторонней полисегментарной вероятной вирусной пневмонии. Тяжелой степени тяжести КТ-4. С увлечением в процесс 80% легких. Выпад флюоральных синусов. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Без динамики. 16 декабря 2021 года. Доцент кафедры. Кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарии врача-рентгенолога. Между исследованиями несколько месяцев. И сложно сказать одно это заболевание или был эпизод пневмонии в августе, а потом в декабре. В целом можно сказать, что процент поражения легких в августе был около 24%, а в декабре уже до 80%. Появилось небольшое количество жидкости в плевральных полостях, то есть выраженная отрицательная динамика. Но при этом интенсивность инфильтрации более характерна для пневмонии в стадии разрешения, чем для острого периода. Вопрос пациентки. На КТ от августа и декабря были кальцинаты во внутригрудных лимфоузлах, их ранее описывали. Для пульмонолога это важно. Ответ К. МН. Котова МА. Два узла мелкими кальцификатами по 4 мм и 3 мм. Плотность до плюс 540 Хаунсфилда. Это исход старого заболевания, и много лет судя по плотности. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова